В последнюю субботу августа в читательском мире произойдёт событие. В день открытых дверей все библиотеки Московской области покажут, насколько стал разнообразным книжный фонд и услуги для досуга и чтения. Щелковская центральная библиотека, основанная сто лет назад фабригантом Синицыным, откроет постоянным и новым посетителям алмазный книжный фонд. Прижизненные издания авторов конца XIX – начала XX веков. С владельческой подписью их можно будет полистать. Основа теоретической анатомии. Лесгот, властье, был известный врач, анатом. Первый том – прижизненное издание, 1892-й год. Второй том – посмертное издание, Петроград, государственное издательство, 1922-й год. Библиотечный киноклуб «Встреча у экрана» представит книжную выставку по экранизированным произведениям. То, что когда-то видел в кино, не всегда совпадает с прочитанным. Что лучше – книга или кино, или наоборот книга лучше, или книга и кино прекрасно дополняют друг друга. Также на этой выставке будут представлены и книги, по которым будут сниматься фильмы еще. Библиотекари едва поспевают за постоянно меняющимися вкусами читателя. В подтверждение тому более 5000 новых книг, 2000 журналов и газет, которые были закуплены в 2019 году в 13 библиотек округа. Приобретаем книги и лауреатов литературных премий. Читатели нам дают свои пожелания, чтобы они хотели видеть в нашем фонде, и мы тоже опираемся на это. Фонд большой, разнообразный. Когда буклет в три раза свернутый, открываешь, тут и фотографии, и мероприятия. У каждой библиотеки есть какой-то такой небольшой индивидуальный, так сказать, плюс, индивидуальная изюминка. Поход в библиотеку всей семьей особенно приветствуется. Накануне учебного года здесь помогут подобрать литературу для малышей, их родителей, школьников и студентов. Удивительным образом дожила до наших дней книга «Вечера на хуторе Близ Диканьки» 1947 года, подаренная первому активисту-читателю Щелковской детской библиотеки. Ей на смену пришли книги интерактивные. Пользуется огромной популярностью у наших читателей книга про динозавров. На каждой страничке здесь есть какой-то секрет. Сравнить динозавры, какие они с ныне существующими животными. И такого рода книг у нас достаточное количество. Последнее веяние – книги с дополненной реальностью, которым выпущены приложения на смартфон. Ребенок читает литературу и слушает записи. Знакомство с книжными фондами, новинками и бестселлерами – лишь малая часть того, что смогут увидеть читатели в единый день открытых дверей. Это еще и кружки, и секции, в которых занимаются юные читатели, в том числе кружок робототехники. Ребята могут увидеть то, что делают их сверстники своими руками. До самого вечера в библиотеках посетители будут ждать игры, мастер-классы, концерты, лекции, викторины и конкурсы. Не забудьте отметить 29 августа в своем календаре. И добро пожаловать в библиотеку. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok